Что, думали на русском ютубе мало образовательного контента? Но держитесь, ибо мы начинаем! В далекой-далекой Англии жил писатель Кадзуо Исигура, между прочим, Нобелевский лауреат по литературе. И написал он роман, который впоследствии номинировался на кучу премий, включая Букеровскую, и считался лучшим романом года по версии Тайм. Они же включили его в список 100 лучших англоязычных романов. Это роман-антиутопия, в котором поднимаются проблемы взросления, дружбы, любви, смерти, самопожертвования. Ладно, хорош трепаться, или, как говорится, Кадзе Крэ. Роман является воспоминанием Кэти Ха, молодой женщины около 30 лет, о ее детстве в необычной школе-интернате и последующей взрослой жизни. Действие происходит в антиутопической Великобритании конца 20 века. Как же англичане любят антиутопию? В которой люди клонируются для создания живых доноров для последующей пересадки органов. Проще говоря, если у вас обнаружили какое-то заболевание, то в Англии будущего вы всегда можете заказать себе клона, из которого потом специально для вас будут снимать органы, только лишь бы вы не умирали и исправно платили. Кэти и ее друзья по интернату как раз такие доноры. До того, как стать донорами, все они некоторое время работают помощниками, заботясь и поддерживая тех, кто уже стал донорами. С появлением доноров английская общественность начала беспокоиться о гуманности подобных операций. Можно ли считать клона человеком, если он выращен в тепличных условиях для одной лишь только цели – обеспечить жизнь населению? Ничего не напоминает? После многочисленных дискуссий в стране, те, кому не безразлична судьба клонов, хотят этих клонов очеловечить. Дать им образование, счастливое детство, подарить надежду на светлое будущее. Короче, максимально приблизить к жизни обычных людей. Друзья Кэти становятся донорами, добровольно отдают свои органы обществу, считая это чуть ли не своим долгом. А сама Кэти занимается тем, что помогает им проходить в себя после каждой выемки органов. Когда читаешь этот роман, не перестаешь задавать себе вопрос, почему все доноры беспрекословно следуют намеченному им пути? Ни у кого не возникает желания избежать уготовленной им участи? Почему даже полученные им базовые образования не подстегивают их к сопротивлению? Отчего у всех так атрофировалась свобода воли, желание как-то изменить свою окончательную судьбу? Герои делают лишь слабые попытки на некоторые изменения, ищут возможность отсрочить выемку. Им даже в мысли не приходит осуществить побег из этого донорского рая. Но Кадзуа и Сигура не был бы Кадзуа и Сигура, если бы все обошлось без метафор. Дело в том, что роман можно трактовать как обобщенную метафору человеческой жизни. Мол, смерть неизбежна. Мы можем лишь прикладывать усилия, чтобы отсрочить ее, а воспоминания главной героини состоят из тех же радостей, забот, надежд, которые наполняют жизнь обычного человека. Но разве смерть так неизбежна? Может через сто лет, когда человечество удалит ген старения и излечит все болезни, люди перестанут вообще понимать значение слова смерть? И жизнь потеряет ту свою ценность, о которой сотни лет писали авторы всего мира? Что ж, может быть. А пока, если говорить серьезно, то в романе Кадзуа через воспоминания Кэти показывает силу человеческой любви и дружбы, возникающую несмотря на внешние обстоятельства. Помимо этих привычных для романов тем, можно выделить такую проблему, как Можно ли называть искусственно созданный разум человеком? Можно ли наделять человеческими качествами, по сути, расходный белковый материал? В той или иной степени они уже поднимались такими футуристами, как Айзек Азимов в Я Робот, Олдосом Хаксли в Дивном Новом Мире и многими другими. Проблема актуальна тем, что до сих пор нет конкретного ответа на нее. Считается ли преступлением хладнокровно убивать животных для получения пищи, объясняя это тем, что они неразумные? Считается ли аборт на ранних сроках преступлением? И где проходят границы живого и неживого? Есть великая формулировка Бернала, что жизнь есть частичная, непрерывная, прогрессирующая, многообразная самореализация потенциальных состояний, потенциальных возможностей электронных состояний атома. В 2010 году вышла неплохая экранизация романа с Кирой Найтли, Кэрри Миллиган и Эндрю Гарфилдом. К большому счету, фильм передал атмосферу книги. Если вы не хотите утомлять себя прочтением, но хотите приобщиться к адептам Кадзуо и Сигура, то можете смело качать фильм на торрентах. На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какие фильмы или книги вы хотели бы увидеть в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал. Здесь говорят правду. Субтитры сделал DimaTorzok